ну вы знаете решил вам заснять первую и шикарную находку вот такой вот вот митинг вообще верховой вот из этой ямки наштык лопаты значит фундамент нетронутый возможно перспектива пошурфить есть всю информацию подробную я в этом видеосюжете приложил по поводу к по ушке ну а сегодня в рубрике находка с историей попался нам интересный и загадочный предмет дошедших до наших дней из древности как к по ушка что же это такое и для чего она использовалась да это питак николаевский образец но она интересна тем что смотрите сверху имеется надпись 2 копейки ну и самые интересные разновиды 2 копейки с надписью на гурте московский монетный двор в сохране в вф составляет 400 тысяч рублей в сохране xf 800 тысяч рублей итак ребята у нас уже темнеет на поле видите огонечки туда уже ушли так далеко пацаны вот некоторые у нас уезжают это диман уезжает с камрадами женек с камрадами и так ребята у меня находка и находка очень приятно тем что ну просто не ожидал просто не ожидал найти сначала я вам не снимал думал какая-нибудь знаете типа звезда октябренок или что-то в этом роде но я аккуратно тер центральную часть и смотрите что у нас там смотрите что у нас там и это у нас ранее ранее звезда где в центре имеется серп и плуг не серп и молот как раньше а а серп и плуг находка вообще огонь это ранее период 22 23 год откопали мы ранее вариант коккарды молодой страны датированный 1918 1922 года на звезде молотый плуг в дальнейшем плуг заменен на серп как вы видите звезда выпускалась всего четыре года и это ее делает цены звезда бмс ркк а звезда краснофлотцы также просуществовала до 1922 года в дальнейшем появилась всем известная звезда серп и молот стоимость обычной коккарды составляет от 500 до 1000 рублей но вариант остроконечный уже превышает и цена уже внушительно от двух и выше а сейчас возвращаемся на шов находка просто сногсшибательная вообще классная от души земляному деду спасибо и так ребят у меня находка но тут пацаны подошли именно к находке это у нас n1 и по размеру я сразу понял по толщине что это царская это денежка 1850 какой-то год вы видите чем 50 нельзя рычи что 50 50 50 5 похода интересная монета вот и пацаны пришли с поля там у них какие-то интересные находки вот смотрите вот у санька смотрите читайте внимательно смотрите что написано читайте внимательно что на вершине написано серебро да вот я надеюсь вы видите чё озвучивать я не буду ребята виза и у здесь вот с другой ай с одной стороны вы уже прочитали да прочитали дать час это написано видите да с левой стороны из а с другой стороны читайте я не верил блядь только сейчас поверил что написано на нем охренеть вот серебряный перстень ребята да кто такие на силу ребят смотрите да на перст написано это не мы на корябле ребята это так и есть это да 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 находка дня офигеть это тогда пишем комментарии ребята что вы думаете по поводу этого зачетно дальше с поля с поля еще было несколько монеток лиза лиза затертая копейка николая и еще одна упала тоже четыречек 15 копеек ну ребят если честно говоря не густо не гулять но не пусто не на один перстень почувствует до перстень вообще зачет вообще так у тебя чем серебряный крестик и двушка смотрите какой сохрану двушка 24 сохран просто огонь и крестик серебряный какая проба читаем 84 царская 84 проба вот так вот пацаны погуляли держите и так ребята доброе утро сегодня у нас новый выход новые интересные находки приключения нас ждут все разбежались лагерь абсолютно пустой вот приехал вчера костяноч вечером с кем мы начинали в свое время копать в общем сейчас мы отправляемся все находятся в разных местах серега из илюха до сих пор не дает покоя который был на прозапрошлом выезде костяноч приехал яндекс вот михалыча рядом и еще два камрада в сторону пошли мы же сейчас тоже пойдем искать с михалычем фунды вот михалыч зашурфился сейчас я зашурфлюсь какой фундамент начнет давать на тот мы кинемся ребят пришел снова я зашурфился вон там он пришел сюда вот заснять находку михалыча тоже приятная сохран хороший 1916 год 2 копейки николая смотрите бодренький бодренький будет результат монета превосходная ну михалыч пока сегодня лучший чемпион как говорится чемпион и так ребята михалыч монетку еще одну дернул с этого фундика уже 2 до 2 копейки 30 года вот такая вот мониточка ну нормально лучше чем вчера ночью дали и так ребят решил отдохнуть от шурфа здесь вот такая черная полоса видите раз пашечка и вот такая зеленочка капки вот эти вот вчера пацаны ночью делали все прикопаны и вот смотрите вот такая кучка здесь металла хорош металл хороший да надо походить тоже создать такую же кучку пошли кинк искать наш металл и так ребят в этой деревне дома тоже есть там внизу но на этой улице один последний дом я сейчас хочу в него наконец-то зайти посмотреть что там комар от местный здесь шурфил его говорит там серебро подымал и чё-то знаешь мои пацаны в количестве двух штук уже находятся в нем около часа чем там делать не знаю шурфленая иди ко мне и хочу вам сказать копатель кто копает здесь осторожнее будьте насчет церкви по ту сторону дороги в том что здесь везде имеется фото ловушки помните как-то вам говорил чуть какое-то подозрение что на столбе камера так что реально это была камера и еще пацаны сказали что фото ловушки стоят еще и на церкви я чуть на церкви не видел хорошо что и около церкви не копал там археологи установили арх объект охраняемой территории 150 метров ладно все посмотрим что там у нас в домике ребят я подъезжал человек приехал на родину до семи лет он жил вон в том доме до семи лет и говорит тут на этой улице было всего здесь дом два дома здесь и вот и его этот последний дом стоит вот там были элеваторы он говорит в лесочке еще был дом куда не за молоком ходили вот 7 лет сейчас ему сколько ну мой ровесник так что 7 лет это восемьдесятые вижу вот в домика подошел в домик конечно копанный перешифрованный пацаны соседней копают ну и здесь смотреть закладные смысла нету потому что нижние венцы сгнили и уже вставили блоки то есть закладных здесь нет итак ребят фундамент как бы тяжелый тем что сюда я начал до бросал сюда бросал он он такие вот хреновина смотрите таких вот хреновина здесь полно сюда я прекратил шурфить потому что я делал здесь проверку здесь шурфили грунта обваливается вот и я переместился он в тот уголок в этом смотрите попали попался такая вот гнилая ветошь видите да это наверно как это туре марли туре занавеска тюль вот и сейчас вот тут чуть непонятно сигнал был выковырял выбросил чё-то были не пойму сигнал продолжается и вот так вот выпал ребят вот так вот я думал это тоже тюль прозвонить начал а это ребят не тюль это ребят цепочка эта цепочка и скорее всего это наверно от лампадки надеюсь в этом углу будет продолжение лампадки но цепочка длины сейчас я ее распутаю тут же ребята прозвонка я цепочку показывал и следующая прозвонка даже не выкапал выпала монетка да ладно ребята серебро 10 копеек двадцать девятый год прикольно прикольно я из своего шуфа вышел пришел в домик а в домике пацаны а ух ты как они тут сгубились с верхней надписью тоже видишь оба ребята вчера мы так уже поднимали на поле с надписью наверху это разновид достаточно дорогой ой а сохран такое 59 год сиськи стеклянные нужны у нас есть нормальная зачетно здесь у рекса материки не засыпка кончил еще глубже засыпки наш ты взял ну здесь вот царите гайд на нас ладно идем одна монета вот фоказе 2 на 2 1 но я думаю на того что его да такая монета на толстого и так ребят михалыч вот такой экспонат у нас выкопал причем экспонаты царский царская раскладушка он ее не ломает ребята он пытается ее сложить я сначала когда он тащил и сюда думал целую выкопал она была в сборе сложно даже он не сверется хочу приду сломать михалыч чтобы вести вот здесь собралось вы спросите от чего у меня такой восторг это же обычная раскладная кровать раскладушка но никто из вас не задумался когда первый раз она появилась оказывается этой раскладушки несколько тысяч лет а именно прототип современные раскладной кровати был изготовлен 3300 лет назад и считался предметом роскоши сегодня в аристократическое прошлое раскладушки верится с трудом в были времена чуть ли не каждая уважаемая себя советская семья имела в своем арсенале эту конструкцию из алюминиевых трубок пружин и куска брезента утверждает что раскладушка ведет свою родословную от вполне конкретного исторического персонажа египетского фараона тату хамона его границы были найдены эти кровати и ученые уверены что действительно имеют дело первой в мире раскладушки этот предмет роскоши в истории всплывает и у наполеона в 1800 году придворный мастер представил наполеону первый образец походной кровати император одобрил 1808 году проходила встреча наполеона и александра первого российскому императору продемонстрировали складную походную кровать ее конструкция привела александра первого в восторг и одну такую кровать подарили царю на походных кроватях наполеон спал во время многих военных походов у наполеона было 15 таких кроватей три из них остались у нас в россии они являются нашими трофеями при отступлении французской армии русскими войсками была отбита часть императорского обоза где и были эти походные кровати одна из них хранится в историческом музее и представлено вашему вниманию однако мягко император любил поспать на такой же кровати он и умер на острове святой еленой как ни странно будет это звучать но раскладушка впервые появилась еще до наполеона у нашего царя павла первого а он правил с 1796 по 1801 год вашему вниманию предоставлена раскладушка кровать павла первого из михайловского дворца санкт-петербурга возможно именно на ней он и спал свою последнюю ночь а вот кровать николая первого из дворца коттеджа в петергофе это же раскладушка каково же было мое удивление когда в царском селе я обнаружил подобную же раскладушку кровать александра первого а если копнуть поглубже и заглянуть спальню елизаветы петровны этот интерьер стал опочеваем не только для екатерины второй но и для ее внука александра первого обратите внимание на шикарную кровать это же раскладушка вам не кажется это странно глядя на эти украшенные золотой лепниной с огромными потолками залы и просто недоумеваешь а вот николай второй спал хоть и на скромной но уже на железной кровати ну давайте подведем итог на руси раскладушка появилась задолго до наполеоновской походной кровати наша находка удивительно ценный экспонат и место ему в музее и в моей рубрике находка с историей а сейчас возвращаемся на шурф приятного вам просмотра да такой не часто откопаешь ребята вещь вещь обращайтесь михалыч и отреставрирует и будете и будете от любовниц сматываться на таких раскладушках спать в машину такую-то раскладушку а там может постучать ладно на обед мы пришли на обед дорогой подписчик в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала если вам нравятся мои видео и не хотите чтобы я покидал youtube от вас нужна материальная поддержка 50 рублей для вас ничего а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками приму любую поддержку номер карты под видео в описании заранее спасибо итак ребят вторая находка даже третья визуальная смотрите как она тут лежит ребят я еще ничего тут не трогал надеюсь эта монета это пятак николаевский образец я глянем год тысяча восемьсот восемьдесят третий а семьдесят третий и так александровский зачетно да вот так подряд класс так живет михалычу с почином только что двушку поднял советик а у меня пятачок 56 но сохран хороший ладно хоть монетой дуб михалыча масончик да ладно смотрите какая крупная монета 1839 год а сохран но хорош хорош вообще сохранить них итак ребят михалыч покинул видите да пусто и он решил на пасашок походить по верхам как говорится опыт не пропьешь залез масон шикарный вытащил и все так у меня монетка время на этого было еще несколько советиков неинтересных трешка копейка от пятачок пятьдесят второй год пойдет кучка здесь это запутка это интересно какая цепочка возьмем кстати жалко обломанная свистулька ребят есть жалко обломанная но у меня есть видео где я копал с земляным дедом я вам показывал целый экземпляр и как он красиво поет это очередная находка ребят пойдет в краеведческий музей при школах не обессудьте я не музыкант не побрезгуйте не поленитесь сходите посмотреть этот видеосюжет раньше этого и услышите как он красиво да и как я умею свистеть ребят сережка серебряная серебряная сережка целая причем прикиньте работает работает зачет забираем прям на грани чем чуть-чуть она туда у меня свалилась прям на грани где катушка там был сигнальчик ну что ребята очередная наконец-то царская а то я что-то устал советы дергать пятаки всякие а это у меня сегодня они за этот выезд вторая монета денежка 1851 год n1 говорят она реже встречается до сер я думаю мы здесь может ночью до оставимся время сейчас идет да 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 ребята вы уже видите у нас уже месяц в полном знаете на пассажок наверное я тоже пойду пацаны ушли на базу и у меня судя по всему этот трешка ссср трешечка не знаю но вы наверно уже знаете ладно стеночки подровняю приберу за собой тоже на базу и так ребят стенки подрезаю выпало еще одна монета 2 копейки год 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 не знаю уитра не поздний надо глянуть это точно последний монеты я ухожу уже как холодно пара за рта исходит так 35 ладно все идем на базу костров на базу пойдем пойдем пойду да ребята подошел к завершению вторая часть не знаю будет 3 нет завтра будет видно у нас серега да ребята представляете пьют чай ничего больше не хотят на пишите в комментариях почему мы пьем чай у у нас два камрада до сих пор гуляют а мы греемся до на улице уже минус итак ребята ну что давайте подведем итоги сегодняшнего дня откопались сегодня в принципе неплохо но пацаны недовольны сейчас посидели за костром обсудили завтрашний план все-таки завтра коп тоже будет посмотрим зашурфимся если находки будут то продолжится будет третья часть ну а сейчас что ребят что у нас было сегодня интересного это же конечно же лизина двушка именно разновидность дорогая серебрухи все у всех были сегодня десятки-двадцатки сссеровский царей не было дальше у михалыча выпала двушка шикарного сохрана это масонская 1839 года у меня пятачок александровский бодрый хороший колечко серебряным я тоже выскочил ну в общем монетки есть были достаточно неплохие ну а сейчас все спать за бортом холодно наверное сегодня придется греться от печки так что погнали завтра видео продолжится